Человек новый, Серж Сарксиан с Путиным провел, я ездил в сотни, наверное, встреч, десятки уже, во всяком случае. И я бы, кстати, не сказал, что у них были личные, очень хорошие отношения, но понимание друг друга, понимание позиции, понимание ситуации было. Но этого сейчас нет, с этим есть сложности. В России не вполне понимают, что происходит в Армении, каким образом внутренняя политика и внутренние дискурсы в Армении влияют на принятие внешнеполитических решений. Это хорошо видно, например, в истории с Хачатуром. Не понимают, как это связано, не понимают, какой это имеет смысл для армянской политической жизни. И в Армении новые люди не вполне понимают то, каким образом Россия относится к этому, ко всему, потому что контексты совершенно разные. То, что важно в Армении, менее важно для России и наоборот. Это обычно, так обычно бывает после транзита власти. Новые люди должны как бы входить и искать какие-то красные линии, искать взаимодействие друг с другом. Этот процесс сейчас происходит. Для того, чтобы происходить, действительно нужно друг с другом разговаривать. И я думаю, там действительно разговоры будут и честные, и острые, и иногда противоречивые. Мы об этом, конечно, не узнаем, об этом не будет официально объявлено, но такого рода вещи должны происходить обязательно. Я верю в официальную информацию. Очевидно, он является гражданином России, а Россия, как известно, своих граждан не выдает у них такая официальная позиция. Но я думаю, что и политический контекст есть тоже. В общем, и в этом политическом контексте понятно, что русские ведь выражают свои отношения не только к нему. Тут и Хачатуров, тут и Кочарян явно, хотя формально говорится, особенно устами лиц, которые должны это говорить, что нет, мы во внутренние дела не вмешиваются. Но то, что это задевает, беспокоит, раздражает Россию, я думаю, что это так, да. Продолжение следует...